Заявление руководства Министерства иностранных дел Латвии по делу Пуссирает, сделанное в контексте схожих интерпретаций дипломатов и политиков в Германии, США и других государствах, является вмешательством во внутренние дела России и попыткой политизировать банальное уголовное дело. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Латвии Андрей Скачков. Он отмечает, что спекуляции вокруг несправедливости приговора по делу Пуссирает могут носить политизированный характер. Но если представители латвийского руководства призывают Россию не вмешиваться во внутренние дела Латвии, то мы, разумеется, вправе ожидать от официальной Риги аналогичного подхода, подчеркнул Скачков. Несмотря на заявление российской стороны, премьер-министр Латвии Валдес Домбровскис также выразил осуждение в связи с чрезмерно строгим приговором по делу панк-группы Пуссирает. Ну, действительно, видно, что наказание очень сурово для такого рода нарушения. И уже неоднократно высказывались некая озабоченность, что это дело сильно политизировано. 21 августа 1991 года Верховным Советом Латвийской Республики был принят Конституционный закон о государственном статусе Латвийской Республики, который провозгласил полную независимость Латвии и отменил установленной Декларацией о независимости 4 мая переходный период к ней. Таким образом, сегодня отмечается 21-я годовщина восстановления независимости Латвии де-факто. Как считает политолог Евро Ипс, последние 20 лет стали для Латвии лучшими годами за всю историю страны. При этом политолог отметил, что это вовсе не означает, что эти годы мы жили так, как того хотели бы. Я не говорю, что мы живем в каком-то раю последние 20 лет. То, что происходило в Латвии до возобновления независимости, было хуже сегодняшнего. Под этим подразумеваю и Советский Союз, который, конечно, многие склонны идеализировать. Ну, к тому же, нацистской оккупацией. И, что касается 20-х и 30-х годов тоже, ну, давайте не идеализировать тот режим, не демократический, тем более не уманится. Режим, который многие латыши склонны идеализировать, как какой-то действительно рай для народа. Если, как мы знаем, все поднается в сравнении, то вот эти последние 20 лет все-таки являются самым хорошим периодом современной истории Латвии. На челе национального объединения Бесу-Латвии ТБДННЛ депутат Дзинтерс Расначс уверен, что почти 70 лет существования СССР принесли его народу лишь разрушения и страдания. Такое мнение депутат выразил в записи в своем микроблоге. При этом одна из читательниц блога депутата отметила, что, к сожалению, разрушение не прекратилось с распадом СССР. В опросе МекстВ мы решили выяснить мнение Режан о том, улучшилась ли жизнь за годы независимости Латвии. Так плохо, как сейчас я не желаю даже ни при ульме, ни в советской времени. Деньги больше. Деньги больше было 90, вроде первого года Репшика. Деньги больше было большая куча, если так считать. Ну, как я сажу, что, у каждого времени было всё спасения, у которых было всё в порядке, учителя, 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 Bref. Учителя, что каждый человек живет в процеду, п 1930г, учителя, учителя, , учителей, лечко королевee, учителя в том, Мама говорит сложно. Мама здесь. А по большому счету была бы работа у всех. Здесь рай. Здесь рай. После Москвы здесь рай. Вот именно еда, воздух. Люди добрые все улыбаются. Вот это вот здорово. Я люблю Латвию. Я люблю Ригу. Может быть вернемся еще. Ну, это субъективно. Каждому по-своему. Кого-то лучше, кого-то не очень. А как вам лично кажется? Вы лучше стали жить? Или хуже? Нельзя сравнивать так. 20 лет назад я школу заканчивал, а сейчас работаю. Семья. Так что как можно сравнивать? Я всю жизнь прожил здесь. Думаю, что сейчас хуже все-таки. Все-таки хуже. А почему? Ой, ну, долго рассказывать. Причин много. Экономический, политический? Да все. И политический, экономический, и финансовый. Все. А говорят, у нас улыбчивый очень народ. Радуется сюда приезжать, отдыхать. Может, туристам очень интересно здесь, да? Они улыбаются, да? Но мы, которые прожили здесь всю жизнь, да? Улыбаться не хочется. Сомневаюсь. А почему? Вижу по людям. Я приезжаю раз в год сюда из Израиля. И на самом деле изменений в лучшую сторону я не вижу. Я думаю, что да. А в чем это выражается? Ну, мы свободны, мы можем ехать куда хотим, да. И кто не ленивый, тот зарабатывает. В экономическом плане, вы считаете, у нас есть возможности? Конечно. Конечно. Есть. Только надо трудиться. Не надо быть ленивыми. Руководитель парламентской фракции Центра Согласия Янис Урбанович заявил, что его партия никогда не будет сотрудничать с Единством. Они все для этого сделали. Когда мы победили на выборах, представители Единства стали еще большими националистами, чем даже их партнеры из национального блока. В этой ситуации даже не важно, когда они будут готовы с нами сотрудничать, заявил Урбанович. Он напомнил, что представители Единства перед выборами говорили о готовности консолидировать общество, а потом объединились с националистами. И действительно, по мнению многих, правящая коалиция имеет националистическую направленность, которая усилилась в результате влияния национального объединения висал ответа БДННЛ. Бывший министр юстиции Айгер Штокенбергс, некогда выступавший против участия в коалиции национально ориентированных партий, сегодня говорит о позитивном национализме. Во-первых, не надо уравнивать, скажем так, патриотизм с конкретной партией в парламенте. Я лично думаю, что патриотов немало и в Единстве, и в партии Зеленых Крестьян, кого-то я еще могу назвать, наверное, и в других партиях, в том числе, наверное, в Центре Согласия, есть действительные патриоты латвийских государств. Это ни в коем случае не должна существовать монополия на, ну скажем так, какой-то позитивный национализм, который мы связываем с латвийским государством. Айгер Штокенбергс отмечает, что патриоты Латвии есть во всех политических партиях, в том числе в Союзе Зеленых и Крестьян, в Центре Согласия и других. По мнению бывшего министра, именно патриотизм является основной составляющей позитивного национализма. Зеленых Крестьянбергс А сейчас занимается тем, что собирает доказательства того, что кто-то заказал этот скандал. Я анализировал разного рода ситуации, причем анализирую до сих пор, но не почитал достаточную ситуацию, когда... Я, кстати, вижу, что есть, ну, очень явно выраженная тенденция того, что я кому-то дико мешаю, и что вот когда кому-то ты реально мешаешь, и когда кто-то тебя хочет сдвинуть с этого места, и тогда сразу руки вверх и уходить, это тоже, по-моему, не совсем правильно. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной опеки не согласен с предложением Министерства здравоохранения повысить в этом году на 5% самую низкую ставку зарплаты медработников. Как указал председатель профсоюза Валдес Керес, повысить ставку оплаты труда на 5% можно только в том случае, если это не увеличит долги больниц, не приведет к сокращению зарплат тех, кто получает больше, и к увольнениям. Но пока что профсоюз такой возможности не видит. Профсоюз по-прежнему настаивает, что бюджет здравоохранения в 2013 году должен составить 563 миллиона латов, то есть 3,7% от ВВП. В противном случае медики планируют акции протеста. Министерство образования и науки обратилось в Совет по конкуренции после того, как обследовали ситуацию с учебными пособиями и книгами, которые школа и самоуправление покупали в течение последних пяти лет. Об этом в интервью Микс ТВ рассказал глава ведомства Роберт Киллис. Там есть разные данные, сейчас обобщающие, но есть те, которые у нас делают невозможным не обращаться в Совет конкуренции, потому что есть один игрок в этом рынке, который имеет больше половины частей рынка, больше 50%. Это, в принципе, может квалифицироваться как доминирующее положение в рынке, это не обязательно такое злоумысленное, это может так случиться просто потому, что кто-то хороший работает, но все-таки это доминирующее положение, это может так повлиять на ценовую политику. Особенно, если брать в виду то, что книги, они не замещаются, вы не можете как хлеб заместить другим хлебом, книгу 6 класса физики не можно заместить книгой 4 класса русского языка. Это такой специфический рынок. Как уже сообщалось, в прошлом году половина всех закупленных учебников была выпущена издательством ЗВАЭКЗной АБЦ. Глава этого издательства ВИАКЕЛБЛОКа упреки со стороны Министерства образования назвала необоснованными. Администратор неплатежеспособности Крайбанка компания KPMG Baltic в течение этой недели проводит аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества банка. В ходе торгов планируется выручить порядка 750 тысяч латов. С молотка уйдут Ламборджини и БМВ Альпина. Стартовая цена лотов составит 100 и 65 тысяч евро соответственно. На этих автомобилях класса люкс перемещались акционеры банка. Затем состоятся аукционы по распродаже остального автопарка. Там лоты чуть скромнее. Но одним ранее из семи выставленных на торги объектов было продано лишь два. В том числе с молотка ушла моторная яхта Хайлендер по строке 1967 года. По неофициальным сведениям судно принадлежало акционеру Крайбанка российскому миллиардеру Владимиру Антонову. На Ламборджини его, как известно, тоже замечали. В Министерстве внутренних дел сегодня были награждены принимавшие участие в Олимпийских играх в Лондоне спортсмены, Центр здоровья и спорта МВД, а также Государственные пограничные службы. Награды получили пляжный волейболист Мартинш Плявинш, дюдаист Евгений Бородавко, копьеметатели Вадим Василевскис и Айнер Ковалс, а также стрелок Афанасий Кузьмин. Плявинш за выигранную на Олимпиаде бронзовую медаль и популяризацию Латвии получил бронзовый знак почета МВД. В свою очередь Бородавко, Ковалс и Василевскис за участие в Олимпийских играх вручили благодарности МВД. Кузьмин также был удостоен благодарности за участие в Олимпиаде и вклад в спорт. Для него лондонские Олимпийские игры были уже девятыми в карьере.